Муниципальные правовые акты по регулирующей реализации муниципальной программы формирования городской комфортности в 2018-2022 годы. Это о порядке включения отбора территории в муниципальную программу, о порядке отбора общественных пространств в муниципальную программу и об утверждении общественной комиссии из представителей органов местного управления, депутатов, общественности и экспертов. Что было сделано в надлежащие сроки? Программа была сформирована, проект программы был сформирован еще в августе месяце и размещен на официальном сайте администрации города Назарова для изучения жителями этой программы. И если у жителей возникли какие-то вопросы, выполнения изменений в эту программу, мы готовы были их выслушать, неважно на каком формате они бы нам представили эти изменения. Но такого не последовало, поэтому паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» подразумевает следующее. Ответственные исполнители – это администрация города Назарова, участники программы МКУ УКХ города Назарова, управляющие организацией города, граждане, проживающие в городе, предприятия, организации, учреждения. Что включает в себя программы? Цели программы – создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Назарова. Задача программы – обеспечение формирования единого облика города, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Назарова, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. И третье – повышение уровня увлеченности заинтересованных граждан, организаций и реализаций мероприятий по благоустройству территории города Назарова. Согласно сетевому графику, мы должны были обозначить для жителей города Назарова, что есть определенные сроки, и чтобы попасть в программу формирования комфортной городской среды на 2017-2022 годы, необходимо провести общие собрания собственников помещений, дворовых территорий и предоставить протоколы для включения и рассмотрения их на общественные комиссии. Что было и сделано. С 1 сентября по 20 октября нам предоставляли протоколы и пакеты документов управляющей компанией и жители обращались к нам для включения данных домов в программу комфортная городская среда на 2018-2022 годы. 23 числа состоялась общественная комиссия, которая рассмотрела данные протоколы и сложилась следующая ситуация. Всего заявилось у нас 107 домов. Из них жилком 4 дома, жилком сервис 62 дома, теплоплюс 27 домов, стандарт 3 дома, визит 7 домов, УК регион ЖКХ 4 дома. Кроме того, стоит заметить, что в 2018 году было принято решение о том, что рассмотреть первые дома те, которые в прошлом году подавали заявку. Из общего перечня это 38 многоквартирных домов. Все протоколы были занесены в реестр, проверены и замечаний не последовало на эти протоколы. У вас есть перечень, не знаю, раздаточных материалов, наверное, есть. Приложение к протоколу номер 6, приложение номер 1, где вы можете видеть все 38 домов, которые в прошлом году подавали также заявку. Комиссия, рассмотрев этот перечень, приняла решение о том, что необходимо включить в программу 2018 года, промежеванную перечню 25 домов, это приложение номер 2 к протоколу. У вас тоже, наверное, есть это в раздатке. Также у вас есть в раздатке дома, вот эти 25 домов, вы их можете видеть. Это объемы работ, таблица объемов работ, где указано по минимальному перечню, что необходимо выполнить на данных товаровых территориях и по дополнительному перечню. Те дома, которые видны темным цветом, это те дома, которые у нас попали с 2017 года остались. То есть они подборно подали прококолы и попали в этом году. По товаровым территориям есть какие-то вопросы? По какому принципу выбираются эти 25 домов? Значит, первый принцип был предложен. Те дома, которые в 2017 году у нас подавали протоколы, дизайн-проекты и сметы, значит, их рассматриваем в первую очередь. Также был принцип тот, что если попадает дом, то нужно смотреть совокупность дома. Если есть дома, у которых единая прилегающая территория или единый дворовой проезд, то этот дом тоже нужно взять в программу для того, чтобы комфортная среда и комфорт этих жителей был завершенным. Некрасиво делать отдельно какую-то взятую дорогу у дома, если есть общая территория. Ну вот, был такой принцип разработанной миссии. Рядом дома расположены, по-моему, вокзальная 1 и вокзальная 1а. А они вообще не сюда идут? Ко всему прочему, вокзальная 1 и вокзальная 1а, на самом деле они подали протоколы и в этом году, но были рассмотрены еще по критериям. Вот постановления, о которых я говорила в самом начале, это постановления, в том числе, о выборе критериев. Есть большой перечень критериев, по которым эти дома не прошли. Это и сбор населения, и количество голосов участвующих. То есть вот такая вот была ситуация. Ну, садина, можно сказать, а мы танцуем от того, сколько у нас есть денег, когда мы попадаем в эти документы? Вот эти все объекты, они обеспечены финансированием? Все они финансированием обеспечены? Если смотреть по данным данным этого года, то есть у нас уже есть какой-то небольшой опыт, получается. На 16 миллионов мы провели работу на 27 дворовых территориях. Сейчас мы отобрали 25, и нам выделили 17 миллионов. То есть у нас кто-то реально объективно оценил состояние всех домов и выбрал, что вот эти нуждаются, короче, ремонт, плодостройство, и в этом не так? Ну да, на самом деле, то есть мы обсуждали ситуацию. Не получилось, кто как-то шутеря подал, а где реально ремонт надо делать, мы по какой-то причине не подали, я не подал. Нет, подожди, есть определенные условия, есть определенные условия, которые мы не можем изменить. Это граждане должны быть заинтересованы в этом. Мы понимаем, что может быть есть какой-то дом, который требует реально ремонта, но граждане там инфантильные, они не производят никаких действий для того, чтобы что-то произошло на их доме, соответственно, они не подали протокол, соответственно, они не попали в программу. Можно я вредные вопросы задать? А если эти все дома поделить по участкам, у нас есть траги-пута, что выбор под смены деления, где он в каждом участке? Нет такого, что свой депутат пролобировал все 25 домов, а это вынесло? Комиссию? Комиссию? Нет, я спрашиваю, что там самые не лучшие дома. Если честно, он... Хочется справедливости и объективности, пожалуйста. Я про 83-й дом там проводилась, это ремонт, значит, дворова. А вот почему-то странное дело, как нейтральные воды там торец дома не асфальтировали. Он что, никуда не приближит? В прошлом году по программе проезд, да, межквартальный, если нельзя было включать... Он не межквартальный, а колец дома 8-й дом, который он двор делал. А тут делается, что это межквартальный... Владимир Владимирович, в прошлом году были четкие рамки, что междворовой проезд не включается в эту программу. Была четкая рекомендация министерства о том, что только в рамках кадастрового, вот, кадастрированного участка, которое принадлежит дому. Так, а раз ли это не принадлежит? Нет, это не принадлежит дому. В этом году, в этом году, основываясь на опыт 17-го года, вернее, 18-го года, такое правило жесткое немножечко пошатнулось, и на сегодняшний момент министерство говорит о том, что если рядом два дома сопряжены, между ними есть проезд, и жители согласны поучаствовать своим финансированием в этом ремонте этого проезда, то тогда этот проезд нужно заасфальтировать. Такое еще, Владимир Сергеевич. Вот, значит, у меня, я старший подруг, являющийся у Зустряпа 30-го КСН. Мы двор сделали за свой счет немножко до этой программы, так, заасфальтировали. Потом пошла незакопрограмма, 30-го КСН, выасфальтировали и прокладывали тротуар, в частности. Так вот, когда тротуар был непроложен, там была лужа в территории города. Потом вы прокладываете тротуар и продвигаете ее ко мне в отбор. Теперь это мои проблемы. Как на это смотреть? Ну, я считаю, что это частный вопрос. Подождите, ну это надо выехать на место вместе с вами. Выезжали, а лужи до сих пор. Я понимаю, председатель, если позволит обсуждать этот вопрос, то мы дальше не понимаем. Просто мы можем в тысячи мелких вопросов удариться. Они, конечно, не хотели бы... Председатель позволяет себе задавать вопросы. Алло, Сергей Владимирович, вопрос. Вопрос сможете? Придирайте, давайте. Алло, Сергей Владимирович, вопрос такой. Вот в поселке Мор есть несколько домов, по-сибирской в частности. Несколько дворов, а сделаны они абсолютно по-разному. В одну и ту же программу вышли. Слушай, один двор сделали очень красиво, очень комфортно, очень приятно. И все там удивляются, и все радуются, довольны. Другой дом рядом, который включен. Вот. Он... Ну, там действительно я посмотрел. Мы выезжали с вашим представителем. Работы еще были не завершены до конца. Но, тем не менее, работа была крайне отвратительно сделана. Слушай, я хотел бы просто узнать. У нас подрядчик был один и тот же? Или разные подрядчики были, которые выполняли, осваивали эти деньги? Управляющие компании проводили конкурс на основании постановления администрации. И на этот конкурс мог заявиться кто угодно, имеющий определенные критерии, соответствующие определенным критериям. Так вот, в Бару у нас делали два подрядчика. Это Ачинск и Назарова. Два подрядчика. Про какой вы конкретно двор говорите, я вам скажу. Сибирская 8. 6А. 6А. И 6А, да. И 6А. Вот два дома, вот 8А, по-моему, 8А. 8А и 10А делала наша Назаровская компания, а остальные дома делала Ачинская компания. Таня Николаевич, какие хорошие, вот 8А и 10А. Да, сделаны прям идеально. Назаровская? Да. Ну я вот не знаю, поэтому я там, видишь, я не готов был, мне информацию-то никто не мог выдать. Сделаны действительно идеально. И асфальт качественно укатали, и бордюр качественно положили, в отличие нашей площади. Вот там бордюр действительно положили шикарно. А вот этот 6А, да, ты видишь, вот там сделали очень отвратительно. Понятно. Ну это добрый конкурс, Ирина Сергеевна, а вот список на 18-й год, а там дальше, собственно, на 22-го года. Значит, все остальные дворовые территории, у нас их 321, будут включены в этот перечень. То есть первым ранжированы будут идти те, которые попадут в 18-й год, остальные пойдут общим списком. Соответственно, данную программу мы будем корректировать в 19-м году. Будет тоже самая процедура по выбору, и тоже в 22-м, 21-м году. У вас можно вопрос еще? Вот перечень домов, которые участвуют в программе, не обязательно, что дома находятся в управлении. Непосредственно форма управления, она тоже участвует здесь. Там служба общая организация, да? Тоже. У нас пока в этой программе не участвует индивидуальный живой долг, ну, сектор, то есть он никоим образом здесь не будет. Сейчас у нас всех программу. Еще раз. Алёна Сергеевна. Вы сказали о том, что главное, чтобы жители хотели принять участие и профинансировать. Вот какой процент сфинансировали? Да, мы добрались до этого, я сейчас поясню, какой процент сфинансировали. Значит, у нас получается какая ситуация, что есть минимальный перечень работы, и есть дополнительный перечень работ, и выполнение работы под устройством по минимальному перечню включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий, установку скамеек и установку луны. И минимальный перечень работы, сочерпывающей дополнению, не подлежит. Так, как стоит то министерство. Значит, и на данный перечень работы софинансирование должно быть жителей, должно быть не менее 2%. Оно может быть более, но не менее 2%. Что у нас входит в дополнительный перечень работы? Это оборудование детских или спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение придомовой территории, оборудование площадок, установка контейнеров или для сбора коммунальных отходов, включая из себя отдельный сбор, и оборудование пешеходных дорожек. Вот по данному перечню, по дополнительному перечню, софинансирование жителей должно составлять от 20% и выше, но не менее 20%. Скажите, а жителям вот это рассказывали в самом начале? Я почему спрашиваю? Потому что у меня вчера были люди, которые сказали о том, что им рассказали, что 2%, они на это согласились, и только вот на этой неделе у них прошло собрание собственников, и им сказали, что необходимо 20%, уже после того, как все было сделано. Смотря какой перечень работы, они выбирали. То есть, если они изначально выбирали минимальный перечень работ, да, 2% это вполне достаточно. А изначально это объясняли? Они не знали, что есть минимум максимум. Они не знали, что вы не знали. Ну, вообще, вот эта вот программа была размещена на сайте администрации с прошлого года. С прошлого года ни минимальный, ни дополнительный перечень, ни процент софинансирования граждан не изменился. Ну, не все смогли стать администрацией. Может, здесь можно знать, как-то информация даже на сайте администрации с прошлого года. Мы выступали в два репортажа, когда только запускали программу, говорили, где процент нам документируют. Мы не будем. Как вам говорили, что практика, как раз жители ваших домов, компаний, в которых служат, они этой информацией не владеют. Они об этом не знали. Мы на собрании выклили все. Олег Сергеевич, еще вопрос по поводу 19 объектов, которые должны выйти. Постановление вроде как есть, голосование. Вы сейчас говорите про общественные пространства. Да, да. Давайте до общественных пространств. Я просто спросила, если по дворам больше, по домам, если вопросов нет, то давайте к общественным пространствам. Ну, давайте. Еще вопросы, пожалуйста. Я нисколько не сомневаюсь, что вот в этот список вошли дома очень расстойные, и комиссия все это просмотрела. Вопросы. Но меня избирали жители округа избирательного округа, и с этого избирательного округа в этот список ни один дом не попал. Я действую в интересах тех избирателей, которые меня избирали на конкретном участке. Буду ли я голосовать за вот эту программу? И имею ли я право голосовать за, если на моем участке, в интересах моих избирателей, ни одного дома нет? Давайте распределим по участкам. У меня было несколько нарез до 20 года программы. Это раз, а вторая. Я понимаю, я понимаю. Давайте. Вы говорите, в приоритете были дома, которые по всему нам участвуют, в предыдущей домов, которые заявлены были на участие, в первый раз. Вы ждали общественные комиссии. Вопросов нет. Я действую в интересах своего избирателя. Вот я завтра буду проводить прием по вопросам по личным. Кто мне скажет из избирателей, на нашем участке нет, голосуй. Нежедневно поступают звонки, вокзальная, двинарная. Я морально не имею права голосовать за это. Подождите. Мы голосуем, во-первых, не только за дворовые территории. Мы голосуем еще за общественные пространства. Это раз. Во-вторых, мы голосуем, вы голосуете за то, чтобы процент софинансирования для того, чтобы получить 17 миллионов на дворовые территории и 5 миллионов для... Я понимаю, что в этом году ваши, возможно, не вошли. Но это программа городская, а не конкретно округа депутата. Мы действуем от имени наших избирателей, от имени горожан. И я голосую от конкретных избирателей, от конкретного участка. Евгений Петрович, у меня предложение. Вы, пожалуйста, подъедьте ко мне. У меня есть перечень тех протоколов, которые подали. Возможно, с вашего участка не подали ни одного протокола. Мы сейчас зря здесь сколько-то. Давайте мы все-таки более пронрачены. Делаем то, что мы делаем. Кто мешает действительно посмотреть, по какому принципу они попали, из каких избирателей попали? Я не знаю, по какому принципу они попали. Я не буду голосовать за эту программу, потому что иначе мои избиратели скажут, что что делать? Нет, я согласен с вами. У нас в повестке рассмотреть неимиспольную программу. Мы ее только рассматриваем. Вот вопросы, которые возникают, так понимаем, дальше голосуем. Потом мы ее вынесли еще на сессию. Я как член комиссии здесь не голосую. Но я сразу говорю, на сессию это мой голос. А я буду голосовать на грязок своего избирателя. Мы можем поручить администрации и дать нам информацию, по какому принципу они сюда попали, и разбивку по избирателю. У меня... Чаще всего вынести надо. А информацию до сессии мы все-таки не заставим. А на сессию... Коллеги, еще у меня предложение. Еще предложение. У нас просто уберут с этой программой. Но ведь ничто не мешало, вы проводили заседание общественной комиссии. Почему было вот трудно, Вольга Владимировна, и к вам вопрос, пригласить тех депутатов, кто идет по округам? Не будет вопрос. Можно я скажу, когда проводили общественную комиссию, у нас, вот конкретно, Елена Анатольевна, вы в курсе, что эта программа существует? И вы опять вот сейчас говорите, но абсолютно никто не поинтересовался, почему эти дома от вокзальной 1 на 1А не вошли в программу. Хотя жители голосовали или не голосовали, проводили собрание или не проводили. Ведь это было все открыто, все было открыто, было объявлено. У нас вообще какая-то срочная оперативность. Старшие дому в курсе делают. Самое плохое, прятаться под срочность, не сделаем срочно, что-то порой пойдет. Нет, это не срочность. Поверхозное решение. Времени было более чем достаточно. Времени было более чем достаточно. Голосование было практически чуть не меньше. Вот эта программа, она кем утверждается? Администрация города Ладана. Депутаты какую роль принимают в этой программе? Вот мы сейчас рассматриваем. Администрация не может сказать? Мне депутатов, оно важно, но оно не является определяющим. Мы из нее высказываем и дальше работаем. Я не знаю, что я спрашиваю, нет? То есть, значит, будем разбираться. Коллеги, я действительно считаю, что в этом вопросе нужно разобраться. Подавали, не подавали заявки. Раз. Раз. Второе. По какому принципу рассматривались эти заявки? Тут критериев, вариантов очень много было. У меня предложение. Предложение какое? Вот раз сегодня есть положительный опыт выполнения работ, как пример, вот я привожу, да, Сибирская 8а, да, то на следующий раз подобного рода работы, может быть, вот пожелания жителей, или там благодарственные письма от жителей, которых дворок сделан, может быть, их взять за основу, как критерий в выборе конкурсантов, чтобы это на самотек не пускать, чтобы поощрять таким образом добросовестных вот именно исполнителей. Нет, хорошо, это можно учесть. А 14 человек, да, комиссия выбирала? Вообще, в России 18 человек. А вот можно их протестировать, да? Не их ли это дома? Нет, я не работаю для управляющих компаний. Добрый этаж. 104 федерального объединения. Да, Николай, я не работаю. Проколовление администрации города Назарова о подтверждении порядка формирования общественной комиссии. Ясно? Добрый этаж, вот. В комиссию у нас вошли. Данчин Владимир Петрович, Ищенко, Слана Валентинна, Кастинальев, Сергеев, Шагмотов Александр Георгиевич, Василий Юрий Алексеевич, Гаврилова Нина Павловна, Герк Елена Борисовна, Каурова Львовна Парышникова Ольга Сергеевна. Это представители независимых инспектов. При этом мы приглашаем всех директоров управляющих компаний. Представители Назаровского городского совета депутатов Тужнов Максим Сергеевич и Чемцов Ильич. Представители общественности Максима Елена Леонидовна, при этом Почнева Людмила Филипповна, председатель общественной палаты Ровенская Альбина Сергеевна, представитель общественного движения Народных фронтов России в Красноярском крае, Данчин Горгию Анатольевна, представитель городского совета депутатов военных за поклонные силы правоохранительных органов, также дьякова изменили огромную поддержку содержимую. Это нужно в этом случае или общественный совет, или согласительная комиссия? Это есть общественная комиссия? Общественная комиссия. Так, уважаемые, что делать? У кого-то какие-то конкретные соглашения по этому списку будут? То есть никто не против того, что есть программа муниципальная, да? Здесь же, наверное, формировалось, вот какой гос будет делать, в зависимости от того, как этот старший подог подал списки, а вы проголосовали, да? Это в лучшем. Нет, а именно это ясно. Нет, там есть критерии. Во-первых, это оплата коммунальных услуг, во-вторых, это оплата капитального ремонта, это активность жителей, с какой процент проголосовал. Я могу назвать критерии, я не могу назвать критерии. Значит, у нас есть постановление администрации от 22 августа 1654-б о выдвижении порядка предоставления рассмотрения оценки предложений подключения дворовой территории на муниципальную программу. Критериями оценки являются срок года в эксплуатацию квартирного дома. Чем моложе дом, тем ниже балл. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества дома по краткосрочному плану 17-го года тоже определенный балл. Предоставление копий кадастрового паспорта. Имеется, не имеется, соответственно, балл. Отсутствие кадастрового паспорта, ноль. Организационные критерии. Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании с вопросом повестки. Соответственно, если ниже 67%, то есть 2 трети, у нас самый низший балл. Все остальное пошло на повышение. 100%, если в доме проголосовало, 50 баллов. Участие собственников в благоустройстве территории за 5 последних лет. То есть это проведение субботников, активность дома и так далее. То есть благоустройство горожанами своих же территорий, какие-то клумбами разбивать и так далее, тоже существует балл. Количество квартир в доме, прилегающих к дворовой территории. Например, берется два дома, которые находятся рядом. Количество квартир оценивается. Чем больше квартир охватывает благоустройство, тем выше балл. Финансовые критерии. Доля участия собственников в помещении по минимальному перечню работы. Соответственно, если 2 балла, минимальный балл 20 баллов. И более, вернее, если 2%, то 20 баллов. Более 3% 30 баллов. Если собственники выбирают более 5%, это 40 баллов. Доля финансового участия собственников в помещении по дополнительному перечню. Соответственно, 20% это 5 баллов. На увеличение, соответственно, больше баллов. Наличие принятия решения в доле собственного финансового участия иных заинтересованных лиц. То есть могли привлекать жители иные заинтересованные лица. Это те нежилые помещения, которые находятся в данных домах, магазины и так далее. На сегодняшний момент у нас изъявления желаний таких собственников не поступало. И уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги от 70% это 0, и выше 70% баллов, соответственно, выше. И уровень оплаты за капитальный ремонт отдельной строкой выделен. Та же схема, 70% это 0 баллов, выше, соответственно, выше баллов. И примечание, как рекомендация министерства, что при уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, а также капитальный ремонт общего имущества менее 70%, комиссия имеет право отклонить такие предложения совсем от отбора. В прошлом году было именно так. В прошлом году было именно так. В этом году мы немножко отступили от этого. Да, критерии мы собрали, но при этом мы еще смотрели, вот то, что я объяснила, что если два дома находятся рядом, например, 30 лет было КСМ-57, и у них есть общая территория, общий дворовой проезд, то мы брали именно эти дома, даже если у них по критериям есть какое-то небольшое помещение. Я так полагаю, что мы на сессии не выносим эту программу. Вы не утверждаете на сессии. Я так понимаю, что на сессии утверждаете софинансирование? Нет. В рамках принятия... Да, в рамках принятия бюджета... Согласовать сумму софинансирования. В рамках принятия бюджета. Сумму софинансирования назвали. По основным параметрам вопросов... Нет, это не то сейчас вы говорите. Сумма софинансирования заинтересованных лиц, граждан. Вот это сумма софинансирования как раз говорит о том, что это 2,20% Это не городская сумма софинансирования. Я освучу сумму софинансирования, какая должна происходить в этом году. По дворам сумма софинансирования у нас должна составить местного бюджета 1%. То есть от 17 миллионов у нас будет 172 773 рубля. По площади у нас 10% софинансирования. То есть от 5 миллионов 543 это 503 970. А остальные источники финансирования? Остальные источники финансирования. Федеральный бюджет 11 дворы. Значит, федеральный бюджет 11748, краевой 5 528. Соответственно, общая сумма у нас получается 17 миллионов 450. И площадь у нас федеральный бюджет 3 426, краевой 1 миллион 612 и общая сумма 5 543. Ремонт и подъездов крови в этом месте, да? Нет. Это задержание этих вещей. Одна игрука есть. Поэтому мы должны согласовать только сумму софинансирования, в рамках принятия. По сумме софинансирования под этики это предложение? То есть, я так понимаю, мы долгали это? А это на какой? Нет, подождите. Вы еще... Еще бюджет еще формируется. Какое мы тут? Вы о чем говорили? Ну, о комсусе формируется. Согласовываем сегодня или несогласовываем? Видите, вот рассматривая эту программу. Дело все в том, не все, до общественных еще не дошли. Дело все в том, что почему мы инициировали вот эту вот часть. Раньше это была подпрограмма в программе. То есть, когда рассматривали общую программу реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Назарова, то данная подпрограмма была включена в общем составе. Сейчас она выделена в отдельный блок, в отдельную муниципальную программу. То есть, для нас это ново и для вас это тоже ново. То есть, на сегодняшний момент в городе Назарова на одну муниципальную программу стало больше. Поэтому мы вам доносим ее, эту программу, не как пункт под программой, а как отдельную программу. Общественное повстанство. Значит, согласно сетевому графику, который был приведен министерством, нам сетевой график. Общественное пространство. Общественное пространство. Это те пространства, которые находятся в городе, где у нас происходит массовое население, может проходить какие-то мероприятия, может отдыхать население, могут быть какие-то культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия и так далее. То есть это некая зона отдыха для населения, либо для проведения мероприятий. Была проведена инвентаризация всех мест, общественных и пространств города. Оно у нас выделилось в 27 позиций. Микрорайон поселок Бор, 3 позиции. Зачитывайте ли? Всего 27 у нас общественных пространств, которые были проинвентаризированы. Из них было выделено 19. 19 пространств. Размещено на сайте 19 пространств, которые в городе Назаро востребованы для таких мероприятий. Из этих 19 пространств, опять-таки, на общественной комиссии с планом Валентиной было предложено 3 пространства, которые могут быть включены в программу формирования комфортной городской среды на 18-22 год. Вот. Значит, это поселок Строитель, территория между улицами Котовского и Яблочная, территория сквера в районе школы номер 14 и микрорайон поселок Южный, территория вдоль улицы Центральная, резервная площадка под соц. объекты. Что подразумевает благоустройство общественных пространств? Благоустройство общественных пространств подразумевает... Значит, должна быть территория законченная. То есть мы должны поставить по нашему усмотрению скамейки, урны, асфальтирование, абордюрование, какие-то арт-объекты, какие-то спортивные комплексы, детские городки могут быть... Освещение. Освещение обязательно. То есть освещение, да. То есть вот такие вот 3 пространства были предложены. То есть на... Соответственно, на сумму 5 миллионов рублей. На голосование? Ну, на голосование, да. И когда это будет голосование? С 1 ноября. После того, как комиссия окончательно примет решение, а у нас комиссия завтра в 11 часов, я правильно говорю? Какая комиссия? Общественная. Как состав, который сейчас озвучивает. То есть у нее можно? В качестве приглашенных ничего. Судя по тем документам, которые вы нам дали, 4 человека проголосовали против инфекции территории. Почему они проголосовали против инфекции территории? А какой где-то? Я сюда. Почему они проголосовали против инфекции территории? Потому что они часы окомментировали? Почему они не поддержали именно этих 3? У них было свое видение на данное пространство, и они хотели видеть в этом списке березовую рощу. Это их право. Почему жители города могли как-то свои предложения внести? Я знаю, что у нас достаточно большая проблема на мемориале, там тоже достаточно много людей, здесь нет. Вы говорите, Светлана Валентинна предложила, но Светлана Валентинна не последняя инстанция, наверное, прежде всего. Может быть, люди предложили, или другие у них были предложения к этим 3 пунктам. А когда вы говорите просто о качестве рекламы, законченная территория, мы видим площадь города Назару, которая отнюдь не является законченной территорией. Это просто в качестве рекламы. А можно в качестве рекламы? Территория сквера в районе школы 14. Это где Свердланд? 6-я школа. 6-я школа. Жители города могли предложить внести другие сезонки по ним от этих 3? Или жителям будет теперь представлено только 3 этих пункта.